ЦСКА в Казани В нынешнем сезоне это первый матч Уникса и ЦСКА в рамках Единой Лиги ВТБ. Осенний матч в Евролиге остался за красно-синими. Главная снайперская мощь казанского клуба Кит Лэнгфорд тогда установила личный рекорд результативности в турнире, настреляв 36 очков. ЦСКА традиционно является отличным раздражителем для американского ветерана, набирающего более 20 очков в каждом из пяти последних матчей против красно-синих. Главный тренер ЦСКА Димитрий Ситудис уделил Лэнгфорду особое внимание, заставляя своих подопечных зажимать снайперов в углах площадки, не давая тому даже поднять голову. Постоянные ловушки, смены, двойная пека. В отдельных эпизодах тень Лэнгфорда была больше его самого. Например, когда против него защищался громадный Семен Антонов. Это была часть плана, потому что и Никита его держал, чтобы у нас было преимущество в росте. Понятно, у него преимущество и в скорости, и в технике, но за счет габаритов мы пытались помешать, дать ему точную передачу. Когда-то это получалось, когда-то не очень, потому что Лэнгфорд игрок экстра-класса, и сложно играть против таких игроков, и сложно их остановить. Тем более в одиночку, и все ребята помогали друг другу. План перехват сработал. Лэнгфорд уже к середине первой четверти получил два персональных замечания, а когда арбитры выписали третье, разродился буря эмоций. После чего Евгений Пашутин был вынужден прятать американца на скамейке запасных и перестраивать команду. Эмоции бьют через край. Ребята, я очень расстроен. Я играю в баскетбол уже много лет и никогда не получал прежде три персональных замечания в первой четверти. Сейчас нельзя расстраиваться, поражение — это часть нашего пути. Мы должны сражаться. Эмоции на площадке уже давно часть противостояния Москвы и Казани. В этот раз Униксу почти помогло. В концовке удалось устроить погоню, отыграть 12 очков отставания и вернуть надежду на спасение. Но действующий чемпион ошибок в концовке не допустил. Это мужской вид спорта. Если ты хочешь выиграть, надо показывать жесткий баскетбол. Не забывайте, все говорят, что нас бьют, сколько на нас фалят. Ничего такого не было. Мы тоже показываем ту игру, которая против нас. Почему нет? Почему мы не должны отвечать командам, которые нас бьют? Мы тоже играем на агрессивный, жесткий баскетбол, который демонстрирует свою команду. Я считаю, что при делах правилами, если были судьи, они все видели, и что-то говорить по поводу судей, это все, поверьте, это чушь. И я считаю, что даже к этому не надо вопросу подходить. И я думаю, что заслуживаемым судьбу выиграли и показали хорошую скобину. Не весь, но был такой жесткий, который мы должны быть готовы к этой игре. А главным героем вечера стал Нандо де Кало. Один из лучших игроков Европы, кажется, полностью оправился от травмы и выходит на свой привычный заоблачный уровень. 17 очков, 11 результативных передач и 4 перехвата. 26 в графе плюс-минус. Вот это уровень лучшего игрока лиги. Старались выполнять план, который задумывали на тренировку, чтобы по ликвидации Лэнкворда в первой половине, в принципе, справлялись. Он набрал себе 5 очков, но за счет того, что уделяли ему особое внимание, другие игроки могли набрать очки. Но продолжали действовать активно, агрессивно на протяжении всех 40 минут. И в конце, конечно, уже победили соперников. Несколько раз ситуация в матче достигала критической точки, но за допустимую черту никто из игроков, к счастью, не перешел. ЦСКА пробил сотню, но матч показал, что уникс, ослабленный целым рядом травмированных игроков, умеет держать удар. И в этой битве завершена только первая часть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова